здравствуйте с вами Марина Рыкалина и порция практических советов присоединяйтесь я буду вам довольно часто напоминать что зима это то время когда мы с вами должны проводить эксперименты чтобы весной уже быть с высоким уровнем агротехники и во всеоружие довольно часто многие специалисты предлагают использовать дачникам различные стимулирующие средства для растений такие средства могут быть синтетического происхождения и могут быть натуральными и я очень рекомендую вам использовать исключительно натуральные многие умалчивают информацию что синтетика приводит к мутациям у растений а у людей в итоге такие растения вернее урожай с этих растений вызывают аллергию и даже хронические заболевания сегодня будем говорить про аминокислоты они образуются в растениях в результате фото синтеза и затем уже эти аминокислоты участвуют во многих биохимических процессах если просто говорить то аминокислоты это строительный материал для клеток растений в продаже есть препараты которые содержат аминокислоты причем растение может самостоятельно синтезировать 22 аминокислоты зачем тогда их нужно давать дополнительно дело в том что вот все эти процессы образования аминокислот идут при участии большого количества энергии которые тратят растений и вот представьте что вы растениям даете аминокислоты и они уже не тратят свои силы на их производство к тому же если условия плохие какие-то стрессы то растением аминокислот явно будет не хватать они просто не смогут полноценно их синтезировать у меня в руках препарат если не ошибаюсь он содержит 19 аминокислот на 1 литр воды нужно растворить 2 грамм и этого порошка 2 грамма эта крышка я все тщательно перемешала сразу скажу что такой рабочий раствор хранить можно не более чем одни сутки давать этот раствор можно под корень но также эти аминокислоты хорошо усваиваются и по листу я просто обожаю выращивать томаты из пасынков потому что у них уже заложились генеративные органы и первая кисть у них может получиться практически у самой земли а не над 9 11 листом посмотрите какую мощную корневую систему образовал томат в воде вернее здесь есть настои биогумуса немножко водорослей и натуральный органический препарат который способствует хорошему корнеобразованию мне было интересно проверить как это томат будет чувствовать себя в этом питательном растворе но посмотрите у него завязались томат это гибрид каменный цветок очень популярный вырос он также из пасынка вот именно его я буду использовать в качестве испытуемого и сейчас он получит набор необходимых аминокислот и также комплекс этих аминокислот получит все растения в моем зимнем огороде включая домашние что нам дает обработка комплексом аминокислот в первую очередь синтез белка а это говорит о том что растения начнут у вас гнать вегетативную массу повышается фертильность пыльцы растения лучше завязываются после полива под корень этим рабочим раствором увеличивается всасывающая способность корней то есть они могут больше усвоить питание соответственно урожая будет выше и созревать плоды будут раньше плюс ко всему содержание витаминов будет больше и ваш урожай будет вкуснее в течение сезона такую обработку можно делать два раза в месяц зимой хотя бы один раз в месяц но если у вас профессиональные фитосветильники растение продолжает рост то зимой вот точно также можете сделать две обработки за месяц циндапсус это распространенное комнатное растение просто в моем детстве оно было с зелеными листьями а чуть позже появились виригатные формы стендапсус это тропическая лиана которая живет в нижнем ярусе леса где рассеянный свет но она цепляется своими воздушными корешками за стволы деревьев и может подняться на высоту до 15 метров причем вот этими корешками еще и может с циндапсус усваивать дополнительные элементы питания это растение для наших квартир удобно тем что ему действительно не нужно много света она может вообще обойтись без дополнительного досвечивания нос циндапсус все-таки иногда нужно опрыскивать теплой водой и желательно если у вас в доме будет работать увлажнитель воздуха давайте представим почву в тропическом лесу она очень рыхлая богатая по составу там есть разложившиеся какие-то части отмершие растения кусочки коры коряга это почва всегда умеренно влажная и хорошо насыщена воздух именно такой грунт и нужно составить для посадки вашего циндапсуса у меня здесь торф причем торф кислый потому что нижний полок леса тоже имеет слегка кислую реакцию в качестве обогащающей добавки я добавила в биогумус здесь есть кусочки коры мох и даже камушки керамзита в качестве питательной добавки я буду по-прежнему добавлять для комнатных растений ионитный субстрат 1 2 столовые ложки на 1 литр почвосмеси такой способ питания для комнатных растений я считаю одним из самых подходящих почему я не люблю в гром для комнатных растений добавлять органические составляющие такие как рыбная костная мука потому что эти добавки разлагаются и разводится просто неимоверное количество грибных комариков вот эти черные мошки с которыми соседствовать в своей квартире но крайне неприятно и эта добавка изготовлена из циолита который потом по специальной технологии обогатили минеральными веществами и что самое удивительное она имеет очень длительное пролонгированное действие то есть мы пересаживаем растение я думаю что до следующей пересадки ни одной подкормки делать более не нужно корневой системы растений также опутриваем этой питательной добавкой не бойтесь никаких ожогов не будет это невозможно потому что питание запечатано внутри и только корень может его взять когда ему будет и апрельсима Дорогие друзья, я сегодня хочу познакомить вас с баклажаном, который называется хулиган Баклажан-хулиган идеально растет в открытом грунте Я вам даже больше скажу, лучше, чем в защищенном Поэтому, если у вас нет теплицы, сажайте баклажан-хулиган и будете радоваться урожаю Урожай довольно-таки ранний, в середине августа, в средней полосе России Баклажан вовсю плодоносит, уже можно срывать, делать заготовки, салаты, любые блюда Баклажан интересен тем, что у него очень красивый цвет Цвет однородный И обратите внимание на плодоножку Плодоножка практически без шипов, а то обычно бывает, знаете, шипами не подберешься к баклажану И самое главное, она легко срезается ножом, не нужно рубить топором Бывают такие баклажаны, когда практически невозможно отделить плодоножку от самого баклажана На разрезе баклажан с белоснежной мякотью, практически без семян Горечи генетически в баклажане хулиган нет И самое интересное, обратите внимание, какие здоровые листья и на листьях нету вредителей У баклажана хулиган очень выровненные плоды, поэтому идеально делать всеми любимые рулеты с чесночком Пуансеттия рождественская звезда Если вам преподнесли такое растение как подарок, и вам безразлична его дальнейшая судьба То можете оставить его в качестве декорации И не пересаживать, оно просто погибнет Ну что ж, красота иногда бывает скоротечной Но у меня такой красивый махровый сорт, и конечно же хочется его сохранить Поэтому буду пересаживать Если вы хотите, чтобы пуансеттия дотянула у вас до праздников, не потеряла свой декоративный вид То содержать его нужно при температуре не выше плюс 18 градусов И подальше от батареи центрального отопления Это растение не переносит застоя влаги, но и пересушивать его нельзя После того, как пуансеттия отцветет, у нее наступает период покоя, который длится 2-2,5, иногда 3 месяца После цветения ее нужно обрезать наполовину Также на период покоя мы прекращаем все подкормки, частые поливы и содержим в довольно прохладном месте У пуансетти весной начинают набухать почки И идет в рост большое количество побегов Вам нужно провести нормирование То есть оставить самые сильные побеги, а самые слабые выломать Как же заставить пуансеттию заново зацвести? К примеру, вы же знаете, что хризантемы цветут тогда, когда убывает световой день То есть ближе к осени То же самое и с пуансеттией Сделайте мешок из черного нетканого материала И в начале октября, в течение 2-3 недель, сделайте так, чтобы пуансеттия находилась у вас в темноте 14 часов в сутки Вот именно это и спровоцирует закладку цветочных почек В горшок я насыпала большой дренажный слой Это очень важно сделать И сверху закрываю керамзит салфетками из нетканого материала Это нужно для того, чтобы земля у вас не заполонила пространство между керамзитом Чтобы керамзит выполнял свою функцию на 100% Я очень люблю возиться с комнатными растениями Люблю преподносить их в подарок своим близким, друзьям и знакомым Но не люблю покупать грунт Вообще не люблю об этом постоянно думать Поэтому на моей полке лежит хороший запас почвы в брикетах Эти брикеты бывают разного объема На 10-4 литра или совсем маленькие Вот такие на 2,5 литра Если почва хранится в сухом виде То, соответственно, в ней не разводится патогена Там нет плесени Не разводятся вредные насекомые Нужно лишь взять брикет и залить его горячей водой Температура приблизительно 60 градусов И вы получаете вот такой рыхлый грунт Посмотрите, как хорошо измельчен и просеян этот грунт Я его за это просто обожаю Внимательно смотрите состав, который указан на почву в брикетах Он бывает разный Есть просто торф без каких-либо добавок В данном случае у меня есть порция минерального удобрения Также здесь может быть вермикулит И плюс еще гуминовые вещества Или фульвы и гуминовые кислоты Такой грунт в почву в брикете является очень хорошей основой Но многие виды растения требуют специфических условий Например, чтобы довести этот грунт до совершенства И чтобы он отлично подошел для выращивания плансетти Я внесу сюда 4 ингредиента Это будет биогумус, кора, песок и буквально щепотка угля Потому что уголь предотвращает развитие корневых гнили Но это на тот случай, если я все-таки вдруг надумаю перелить свое растение И в итоге получается довольно рыхлая и сбалансированная по питательным веществам смесь Большинство видов растений при пересадке не стоит заглублять У них может подгнить корневая шейка Сверху насыпаю шелуху кедровых орешков Это мульча, которая не просто декоративна, но и соответственно и влагу сохраняет Здравствуйте, дорогие дачники! Мы благодарим вас за выбор органического земледелия И подготовили для вас кое-что интересное для будущего 2022 года Мы подготовили для вас замечательный новогодний набор И это будет чудесный подарок для вас и ваших близких Конечно же, основа нашего новогоднего набора Это 4 микробиологических препарата С помощью которых вы сможете вырастить здоровый, богатый органический урожай Здоровый урожай начинается со здоровой плодородной почвы И первый препарат направлен именно на обработку закрытого и открытого, а также покупного грунта Следующий препарат содержит Bacillus subtilis Это полезная фунгицидная бактерия, которая обеспечивает защиту от грибных и бактериальных болезней И уже хорошо известный комплексный биопрепарат, который содержит кроме Bacillus subtilis еще ряд азотфиксирующих, фосфоркалиймобилизирующих бактерий, которые обеспечивают доступное НПК питание для растений, а также стимуляцию роста И биологический прилипатель, который помогает средствам защиты и питания растений закрепиться на поверхности растений, а также способствует их лучшему проникновению в лист растений Также этот биоприлипатель помогает профилактике от вредителей Он липкий и склеивает органы дыхания и крылышки у насекомых В этом новогоднем подарке набор шикарных популярных гибридов Стильный инструмент для вашей комфортной работы Вы очень просили нас сделать инструкции по применению биопрепаратов и других удобрений для выращивания органически чистой продукции И мы сделали органические технические карты для посленовых, огурцов и земляники Также мы создали уникальный календарь вдохновения на 2022 год, где каждый месяц вас ожидают авторские иллюстрации на тему сада, дачи и огорода В набор новогодний также входит фирменный блокнот и стикер-пак В преддверии новогодних праздников мы, конечно же, выбираем подарки себе и своим близким Поэтому я сделаю для вас небольшой обзор садового инструмента Автоматическим опрыскивателем я пользуюсь уже довольно длительное время И могу сказать, что качество однозначно мне подводит Чаще всего, девочки, мы с вами на грядках используем небольшие лопатки И еще в ход у нас идут различные секаторы Но сегодня я хочу подробно остановиться на инструментах, которые мы используем не часто Мы вообще редко на них обращаем внимание Это садовый лепестковый мини-секатор и садовый лепестковый мини-ножница Эти небольшие инструменты предназначены для обрезки веток, толщина которых не более 2 мм Мини-инструменты очень удобно помещаются в карманы садового фартука Это их первое преимущество Второе преимущество, они очень удобные, легко помещаются в руке Третье преимущество, лезвие этих инструментов сделаны из надежной, прочной, нержавеющей стали То есть даже если вы где-то забудете, они попадут под осадки или будут лежать во влажном помещении, они не заржавеют Этим секатором действительно оказалось удобно срезать ветки, но при условии, что они зеленые, причем даже довольно толстые Им удобно формировать различные растения и убирать зеленые лишние побеги и даже на деревьях А вот такие ножницы я вообще всегда ношу по саду с собой, ими удобно удалять пасынки, например, на томатах Видите, какое тонкое лезвие? И удобно собирать урожай И эти миниатюрные инструменты я продолжаю использовать при работе в своем зимнем саду Например, нарезаю герани, другие черенки и также удаляю зеленые части растений У нас 21 век, но по-прежнему многие дачники, да что там дачники, даже крупные фермерские хозяйства Их руководители считают, что получить высокий урожай можно исключительно, используя для подкормки минеральные удобрения Но, как показывает практика, получить высокие результаты можно за счет активизации полезной микрофлоры почвы И большую роль играют здесь ризосферные симбиотические бактерии Например, бактерия Ризобакт Что она нам дает? Симбиотические бактерии живут на корнях растений, то есть вступают с ними в симбиоз И вот в совсем близком прилегающем слое почвы То есть далеко от растений они не уходят Бактерии эти настоящие трудоголики, они очень живучие И вступив в такие взаимовыгодные отношения с растением, с хозяином Они начинают усиленно захватывать молекулярный азот и доставлять его в доступной форме растения Кроме того, фосфор, калий и другие микроэлементы бактерии способны переводить в дубоваримую для растений форму Эти бактерии в процессе своей жизнедеятельности, они очень хорошо размножаются, если есть для этого все условия Они создают очень надежный барьер, так как выделяют антибиотики И вот тем самым они не пускают к корням патогенную микрофлору Они ее вытесняют Я вам могу сказать, что ученые в принципе уже доказали, что такие бактерии работают для защиты растений намного лучше, чем многие химические протравливатели Эти бактерии живут в пузыречке, причем никаких особенных условий им не нужно Их можно хранить при комнатной температуре Я беру 100 грамм воды и добавляю 10 капель бактерий Томат, который я сегодня буду высаживать, пасынка, называется карамелла Это новый гибрид черри типа, он совсем невысокий, детерминатный И у него большой урожай миниатюрных томатов Он хорош для выращивания также в домашних условиях, на балконе или на лоджии Ну и конечно же можно выращивать на грядках Я сливаю воду, в которой у меня стоял пасынок томата Обратите внимание, здесь были водоросли И корням водоросли очень нравятся Заливаю рабочий раствор бактерий И погружаю корни Выдерживать корневую систему растений в этом растворе длительное время нет никакой необходимости Достаточно просто обмакнуть или даже опрыснуть И мы сразу приступаем к посадке Поливаем совсем немного, обычно отстойной водой комнатной температуры У меня остался рабочий раствор, я его вылью под корешки огурчиков Этот гибрид называется трюкач, я о нем вам уже много раз рассказывала Он предназначен для выращивания в комнате на лоджии и балконе На земле есть лишь один закон Закон природы, а все остальное чуждо Поэтому начните уже доверять основам органического земледелия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова